Здравствуйте! Давайте поучаствуем в шоу Допрос за бабос. Я больше тороплюсь. Очень, прям очень? Да, к сожалению. Как жаль, до свидания. Передача Допрос за бабос. Та передача, в которой я задаю людям вопросы. Простые вопросы, не очень сложные. И кто отвечает правильно, получает деньги. Можно выиграть 2000 рублей, можно 5. Но в любом случае, если ты участвуешь, ты получаешь денежный приз. Такая передача. Рядом со мной стоит... Василий. Василий, дело в том, что у нас слегка похожие причесонщики. Есть такое. Мне тоже, я могу шапку еще надеть, чтобы нам быть соответственными. Если честно, я хочу постричься. Я тоже мечтаю об этом, на самом деле. Но пока время не пришло, придет скоро. Я выхожу из машины, и мимо проходит Василий. И говорит, о, что вы сказали? Добрый день, Евгений. Я вас знаю, смотрю ваши видео. Мне не нравится. И вам благодарен за ваш контент. Как видите, я очень популярный блогер на этой планете. И из башки просто вылетело. Василий, вы сказали, чтобы я не спрашивал о вас ничего личного. Да, это так. Хорошо. Я, скажем так, свободный художник, скажем так. Хорошо. А я напоминаю, что нужно ответить на пять вопросов без подсказок. Вы получите две тысячи рублей. Уже две? Хорошо. Есть шестой вопрос. Но шестой вопрос для тех людей, кто отвечает без подсказок. Ответя на шестой вопрос. Именно ответя. Ответив, может быть. Ответя. Ответя. Есть. Вы получите пять тысяч рублей. Немножко о себе. А! Хотя бы соврите, Василий. Да, ну, видно, что я мужчина, надеюсь. Ну, вот этого хватит, этого. Человек, Василий. Здесь иногда бываю в этих местах. А Рябабаевич? Не совсем так. Николаевич, скажем. Первый вопрос. Как называется крепость на Зайщем острове в Санкт-Петербурге? Петропавловская. Она. Крупнейший по площади земной континент? Евразия. Или Африка? Африка. Евразия. Ну, я просто так смотрю на карты мысленно. Это она, Евразия. Где мы живем с вами? Вопрос третий. Какая страна является родиной современного футбола? Либо Англия, либо Южная Америка. Вот там, где эти инки пинали головы друг друга, отрубленные Южная Америка. Но скорее Англия, наверное. Она? Хорошо. Без единой подсказки. Мы подходим к четвертому вопросу. Как называют... Можно я заново начну? Ради Бога. Как называют каждого из 12 учеников Иисуса Христа? Апостолы. Апостолы. Все верно. Их было больше, но первых... Все верно. Все верно. Ответив правильно на пятый вопрос, вы получаете 2000 рублей. А дальше посмотрим, как карта ляжет. Утверждение, принимаемое без доказательства. Аксиома. И это правильный ответ. Что делаем дальше? Либо вы забираете два косаря прямо сейчас, либо идете ва-банк и отвечаете только на один вопрос, который может вам принести 5000 рублей. Но если на шестой вопрос вы не ответите, вы получите ноль. Вопрос номер 6. На 5000 рублей. Народное собрание в древней и средневековой Руси. Вече. И у нас победитель нашей программы Василий Небабаевич, но Николаевич. Браво! Браво! Всем привет. Учился я давно. Желаю, кто учится сейчас, учиться все-таки. И желаю всем всего самого наилучшего. Благополучия. Ну, вообще, богатый гиберативный наш Евгений. Я в чудо себя попал. Сегодня бабки есть! Всем привет. Нет, Женя, это правда вообще все? Конечно, правда, пожалуйста. Настоящее. Все, ну, действительно, настоящее. Это же не будет фейк. Нет, друзья, как так-то вообще? Это сегодня праздник, да? Афангела Михаила, ради этого такой подарок. Это народная передача, понимаете? Если что, я иду из церкви, так сказать, приобщившись вообще к святыне, видишь, и получился такой подарок еще от вас. И, во-первых, видел вас, это первый подарок, а еще и некий, так сказать, бонус. Ну, вопросы, скажем так, попались, которые, ну, знал. Вот то, что ты сказал, это было, пошло в плюс. Первый, так сказать, некий допинг сыграл свою роль. Ну, я и так и знал, конечно, все это, но хорошо, что не затупил сейчас, а все-таки смог так и сказать. Спасибо за то, что приняли участие. Не правда, даже не на записи, а спасибо, Женя. Не за что, не за что. Счастливо. Видите, как здорово. Так, ну, давайте окучим еще... Здравствуйте. Это народная передача. Давайте поучаствуйте в ней. Сейчас будет, сейчас будет бешеное настроение. Сзади меня стоит бабулечка. Носочками торгует там. Чесночок у нее лежит, грибочки. А давайте с ней мы полялякаем. Глядишь. Простите, пожалуйста, у нас снимается народная передача, народное шоу. А давайте вы пока вот у вас идет этот вежуха, поучаствуйте три минутки. Не, 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 я участвую. Вам очень понравится. Не, 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 не надо. Вы можете выиграть 5000 рублей. Ничего, мне не надо денег. Хорошо. Кто-нибудь из вас скажет, ну, бабки же у тебя есть. Дай, дай человеку тысячу. Нет. 92 разделить на 23. Не, отвечу. Не смогу. Ну, так посчитай. Ну, сейчас в уме надо. Ну, давай в уме считай. Так. Не, я не смогу. Ну, как не сможешь. Реально. Ну, как-нибудь постарайся. Там целое число будет. Там не будет драйбей, ничего такого не будет. Ну, сейчас. День, два. Два на два, один. Девять на два. На два раздели сначала. Ну, два на один будет. Потом, что значит один? Ну, 92. На два раздели. Ну, 52. 46. Ой, 46. А 46 разделить на 2? 46 разделить на 2 будет 23. Поэтому 92 разделить на 23 будет? Сколько раз мы делили на 2? Два раза. 40. Поэтому 92 разделить на 23 будет 4. 4. Именно это вы увидите в НУМе. Социальная сеть НУМ. Это социальная сеть, которая появилась не так давно. И в ней я выкидываю эксклюзивные видео. Только там я это делаю. Больше нигде, как говорится, не положено. Хотите посмотреть на продолжение? В НУМ залезаем и смотрим в удовольствие продолжение. Только там больше нигде не опубликую я это. Как я уже сказал, это передача допроса за бабос. Я понял. Меня зовут Евгений. Александр. Учимся, работаем? Работаем. И как она работает? Нормально. Помаленечку? Помаленечку. Немножко о себе. Помаленечку работает. Помаленечку работает. Помаленечку отдыхается. Как отдыхаешь? Сейчас отдыхаю. Просто отдыхаешь? Месяц отдыха. Где кайлом-то машете? Прокатом занимаемся. Самокатов? Нет, других чуть-чуть средств. Водных. Водных салокатов. Да. А сейчас все, навигация закончилась. Отдыхаем. Ответив на пять вопросов, без подсказки, вы получите две тысячи рублей. Если я буду подсказывать, то две тысячи вы не получите. Ну, там что-нибудь сообразим. Но если без подсказки прям пять вопросов, то еще есть и шестой вопрос. Ну, ва-банк, суперигра. На пять тысяч рублей. Это передача допроса за бабос. Я понял. Давайте участвовать. Давайте участвовать. Время есть. Чего стоим, кого ждем? Знакомого. Игната? Нет. Нет? Нет. В какой стране Буратино зарыл золотые монеты? В стране дураков. Это правильный ответ. Хорошо. Федеральной землей какой страны является Бавария? Германия. Вы уверены? Бавария. Вы уверены? Уверен. Значит, это Германия. Раздел науки о языке, в котором содержатся правила о произношении звука и ударениях в словах. Русский язык. Сейчас, сейчас. Есть орфография? Да, да. Что такое орфография? Ну, орфография это... Ну, как? Изучение языков. Там ошибки какие-нибудь, наверное. Ну, да, все верно. Ну, как? Пунктуация? Это раздел же, да? Там на вопрос по разделу науки, да? Еще раз. Раздел науки, в котором содержится правило о произношении звука и ударениях в словах. Орфография. Орфография. Нет, неверно, да? Нет. Орфография это когда ошибки мы исправляем. Как мне кажется. Ну, все запятые, все... А тут ударение, произношение. Есть вот такой раздел. Лексика, наверное... Александр, перечисляйте. Я просто не хочу подсказывать, потому что, если подскажу, то шестого вопроса не будет. Я понимаю. Сейчас мужчина, Василий Николаевич, выиграл 5000 рублей. Вася лучше. Он был волосатый. Он был волосатый? Да. Ты что знал? У него были волосы, как у меня, длинные. Только не кишка. У меня кишка. Четкая кишка. У него косичка. Ужас. Что-то не приходит ничего мне. Орфография. Орфография. Орфа. Орфа. Это... Орфа Эпи. О, я не знаю. Извините. Не надо извиняться. Хорошо. Какой город второй по численности населения в России? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Да. Пятый вопрос. Олимпиада. Мать кого. Олимпиада. Мать кого. Кого-то из Греции. Давно показывали по телевизору. На телевизор. Зерсом. Колин Фаррелл играл в главный ромб. А-а-а. Этого... Саша. Саша. Как его? Македанский? Нет. Саша Македонский. Александр Македонский. Александр Македонский. Передача закончилась. На РФАПе и там, к сожалению, так получилось. Но кому-то достаются вопросы полегче, кому-то посложнее. Тут как карта ляжет. Понимаете? Тут я тут бессилен. И так сидишь на горшке постоянно, вот это ищешь, чтобы людям задать. Кому-нибудь привет. Я полезу за утешительным призом. Привет. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Мне неудобно доставать кассу. Передаю привет. Фигаси, сколько болгусов. СПБ-катер у всему. Кому? СПБ-катер. Евгения Лебедева вы знаете? Евгений Лебедев? Это кто? Это тоже чужая там катер. Нет, я знаю Андрея Кузнецова на воде. У него свой YouTube-канал. Подписывайтесь. Это ваш утешительный приз. Пожалуйста, держите. Может и надо? Такая передача, что надо. Поэтому я ей отдаю... А может кому-нибудь дать? Тысячу? Просто вот я там сейчас скажу, вот ей на кофе можно? А давай вон той бабуле дадим, которая торгует всякими штучками. Да, да. Дело в том, что я к ней подходил, вопросы за вопрос и хотел спросить, она отказалась. Я могу передать. Передадите? Конечно. Сейчас прям... У меня есть время еще. Да? Ну, давайте посмотрим. Так, Саша к ней идет. И говорит, здравствуйте, бабушка. А можно вам... Вот вам тысяча... А вот вам тысяча рублей, пожалуйста. Она говорит, за что? Нет, я не возьму просто так. Да нет, возьмите, пожалуйста. Нет, я не возьму эти деньги. Нет. Ну, возьмите, пожалуйста, эти бабосики. Мы вас умоляем. Это же просто вот мужик проходил. Вон он, вон он. Смотрите. Вон, мы машем ему рукой. Это он хочет, чтобы мы передали? Так, он положил. Она говорит, не надо, не надо. Леха. Не надо. Что вы делаете? Так, ну что? Так, она что-то сделала. А, я знаю. Когда так делают деньгами, это значит, чтобы у нее продажи были хорошо. Ну, вот и все, все, Санек бежит обратно. Бабуля не хотела брать бабосу. Она улыбнулась. Я ей все объяснил. Она весь свой маленький, как бы, скраб. Это, чтобы продажи были. Да, 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 чтобы были продажи. У меня так теща делает постоянно. Так что, все нормально. Я палатки взял с собой, потому что у меня постоянно течет из нос. А, ну... Не надо палатки поточнее? Ну, все, Александр, спасибо. Все, доброго дня. Я туда. Все. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Здравствуйте. Это народное шоу Допроса Бабоса. Здравствуйте. Давайте участвовать в народном шоу Допроса Бабоса. Давайте, давайте. Пять минут. Вам так понравится. Можно выиграть пять тысяч рублей. Представляете, пять тысяч рублей. Нет? Как жаль. Хорошо, до свидания. Веселая женщина, понимаете? Приятная, хотя бы поздоровалась, там, похихикала, похохакала. А некоторые даже не здороваются. Представляете? Совесть есть у них или нет? Он тот в шляпе. Мне нравится. Ковбой в шляпе. Пойду его окучу. Простите, пожалуйста. Это все из-за того, что у вас такая красивая шляпа. Я хочу вас срочно пригласить в народную передачу Допроса за Бабоса. Давайте поучаствуем. Мне осталось окучить последнего человечка. Прекрасно. Ну, сейчас до курии бежать надо. Побежите прямо. Прямо голубом побежите. Да. Ладно, хорошо. Спасибо. До свидания. Жаль. Ой, оттеть колотить. Здравствуйте. Давайте срочно участвовать в передаче. Срочно. Это шоу народное. Обалденное. Спасибо вам большое. Давайте сюда поближе. Спасибо вам. В последнее время людей тяжело уговорить на какое-то такое вот мероприятие творческое. Все как-то шугаются, боятся чего-то. Сейчас, секундочку, посмотрю, как мы в кадре выглядим. И не в кадре мы выглядим. Шикарно, но немножко поплотнее друг к другу, хорошо? Очень жаль, что сегодня я без оператора. Леша Чивкин полез на яблоню и упал. Сломал ключицу. Оператор. Поняла. Как вас зовут? Евгения. Меня зовут Евгений. О, очень приятно. Получается, что мы тезки. Да. Ответьте правильно. На пять простых вопросов вы получите две тысячи рублей, но при том условии, что вы отвечаете без подсказки моей. И если вы вдруг все ответили без подсказки, я вам говорю, а может быть еще вопросик на пять тысяч? Вы такие, ну, давайте рискнем. Но если я буду подсказывать, я вас тоже не обижу. Призы есть. Понятно. Немножко о себе. Ну, да. Так, ну мне сколько, 45 лет. Выглядите на 34. В чем секрет? Да, сложно сказать, видимо, что у меня дети, ну, дети, три дочки и сын. Видимо, с ними особо там не постареешь, бегают. Четверо родители у вас? Да. Да. Вот, то есть, да, приходится с детьми там побегать. Они у меня тоже такие активные, там занимаются и музыкой, и спортом. Вот. Ну, я вот тут работаю на Абуховском заводе. То есть, ну, как вот обычная, да, такая семья. Сделаю вам комплимент сразу же. Вы очень приятная женщина. Первый вопрос. Через какую реку переходят по Таурскому мосту? Темзу. Это правильный ответ. Тринадцать умножить на четырнадцать. С... Семьдесят... Сейчас, сто восемьдесят два. Правильно. Сколько ребер у человека? Двенадцать пар. Это правильно. Кем вы работаете на Абуховском заводе? Экономистом. Я так и думал. Мы так быстро посчитали тринадцать. На четырнадцать. На четырнадцать. И вы, наверное, считали свои ребра тоже, получается? Нет, просто это уже известный факт. Это еще в школе учат. Хорошо. Какой элемент является основным составляющим атмосферы Земли? Азот. Атмосферы. Все правильно. Я боюсь иногда, когда я без оператора, что я не нажал на рек. Можно я быстренько посмотрю? Слава Богу. Все включено. Пятый вопрос. Если вы отвечаете на него, ну все, вы победитель. Пока еще без суперигры. Две тысячи рублей подарок будет. Научная дисциплина, изучающая языки. Лингвистика. Аплодисмент. Вы можете сейчас забрать у меня две тысячи рублей. Настоящих. А можете рискнуть и один вопрос, и тогда приз будет не две тысячи, а пять тысяч рублей. Но если вы не ответите на пятый вопрос. Ну, на шестой, да. На шестой, вернее. Ну, ничего страшного. Вы рискуете? Давайте. Мы рискуем. В каком романе Гюго есть персонаж Гаврош? Отверженные. Это правильный ответ. Браво. Привет. Ну, хорошо, передаю привет детям. Значит, Ване, Нине, Вере, ну и Наде. Это ваш приз. Пожалуйста, пять тысяч рублей. Как говорится, так и говорится. Я очень рад, что вы выиграли. Спасибо вам за участие. До свидания. Всего хорошего. Да я такого в жизни никогда не делал. Представляете. Я сегодня уже раздал пять, пять, двенадцать тысяч рублей. Это чудо. Это какое-то чудо. Мне нравится. Мне нравится, что так делается. Какое металлическое изделие вешают дверью на счастье? Замок, я не знаю. Нет. Над дверью на счастье вешают. Не знаю. Железную такую, хрень такую железную. Лошадиную вот это вот. Не знаю. Что у лошади там на ноге? Что? У лошади что вот на ноге? Что у нее там? Это как у... Нет, забыла. С головой крутится, но не могу сказать. Железная такая вот. Крутится с головой, но не могу сказать. Прям на копыта вот ей так туда вот. Кузнец так вот. Тынь, тынь с железкой своей. Молотом ей. Забыла. Он подковал ее. Подковал чем он ее? Не знаю. Чем подковал лошадь-то он? Не знаю. Если он подковал, то чем подковал? Подковый. 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 А-а-а. У него курица в голове, но не могу сказать. Подкова. 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 И это можно увидеть только в моей соцсети. Почему в моей-то соцсети? Соцсеть-то не моя. Канал есть. Мой в соцсети NUM. Это новая соцсеть, понимаете? Она как бы двигается, продвигается. И там у меня будет только то, что только там будет. Эксклюзив. Заходите в описание и смотрите по ссылке. Такая история. Так, надо было, надо подумать, так, сейчас скажу, так, в кубе 27, ну, так, 2 в кубе, это, получается, 2, 4, и на 16 минус 2, минус 2. Ну, я хотела сказать, подсказывать. Он тебе подсказывает, Маша, минус 2. Минус 2, я хотела сказать. Минус 2. У меня есть телеграм-канал. В этот телеграм-канал я предлагаю подписываться только тем людям, которым нравится смотреть на мое вот это вот изнеможденное, хлебало вот это. Те люди, которые думают, неплохой парень, неплохой женек, такой интересный человечек. А что еще он делает? Все, что делаю я, в телеграме можно увидеть. Передача подходит к концу. Ставьте лайки безбожного. Делайте себе много аккаунтов всяких разных. Только для того, чтобы перейти на мой канал и ставить эти лайки. Пишите комментарии. Хорошие, полезные, дурные. А я знаю, что есть люди, у которых в голове бардак, гадость. И вам хочется всех обсирать, поносить и писать эту срамоту. Срамоту тоже пишите. Но не в сторону участников. В сторону меня можно. Я выдержу. Они, может, их психика не сработает слабая. Кто его знает? Поэтому никого не обсюривайте. Ну и все. А на Нуме, на Нуме только эксклюзив. Кто не врубается, Нуме это социальная сеть новая. И там я делаю эксклюзив. Только там я могу это делать. Больше нигде. Просто нельзя. Нельзя мне. Наказали. Нигде больше не делай. Только в Нуме. Поэтому в Нуме больше контента будет всегда. В описании есть ссылка на Нум.